Сегодня 26 июля 2017 года. Среда. Это вот поле Грещихи. Если правильно на виду, то далеко будет видно наше стадо по сути. Где-то там по сути. Вот здесь вчера закончили мы второй мостик в плотину возводить. Вот Арсений Виктор Михайлович Бульдезерист. Приехали мы на Рыжковский пруд. Рыжкова. Это Евдокия Титовна. Она была за Потеряемой Иваном Нефантьевичем. Узнали православление Потеряевки. Приехали и он здесь почил. То есть умер. Его похоронили здесь. Потеряев. Никакое отношение к слову терять не имеет. Фамилия Потеряева. Первые поселенцы были. Мы стоим как раз на этом месте. Центром было не там, где сейчас мы считаем центр деревни. А все видно здесь. Раз он первый поселился. Почему? Пруд сделали. Пруд загородили. Большой пруд. Все вручную. Никаких бульдозеров. Какие канавы копали километровой длины. Глубиной в рост человека. Отделить лошадей от посевов по скотину. Ну много об этом написано. У Тургенева. Вот он. Тащик. Немножко замлизил. Дальше видимо подгребет больше. Так и есть. Вот ему тут разворачиваться надо. Бросил по новой. Ну и вот это Рыжковский пруд. Мы его называем северный. Я еще с севера тут. Сегодня вот я тут видел. Самое несправедливое отношение у людей. Вот я думаю так. Массовое истребление. Это уток. Ей негде спасаться только на воде. Она не может залететь на дерево. Грач везде садится. Его никто не стреляет. Мяса в нем столько же. Никому он не нужен. И что других нельзя стрелять. Гуси тут не садятся. Мало. Гусей тоже стреляют. Но где-то запрет. А уток. Каждый год только на уток идут. Уток. Стреляет и стреляет и стреляет каждый год. И однако они остаются живы каким-то образом. Немного. Двенадцать как правило. А вот на подлете, когда уже больше половины нету. Стало на крыло называется. Бобры проели потяну. Вода ушла. Поэтому приходится вручную все делать. А потом землю брали прямо потяну. Мы сами уже копали. И сейчас надо это восстановить. Потерянную землю. Вот наняли деньги. Десять часов проработает. Пятнадцать тысяч отдай. Тяжело. Но везде приехали как-то буны в село. Тоже районный центр умирающий. Разные бюджетники. Все это. Пенсионный фонд один. Все это уходит. Тут будет жить другой народ. Об этом открыто говорится. Недостойно живущие уходят. Их шершень съедают. Так было с Израилем. Так было с Россией. Никому столько Бог не давал земли. Бескрайние просторы. Так называется. Ну не скажешь бескрайние просторы про Швейцарию. Горы. Здесь все есть. Залежи. Рыба. Пресная вода. Все загажено. Нет того места, где бы не было загажено. Как будто бы люди, паразиты какие-то поселились. Вот мы ехали от Владивостока. С порта находки до Лиссабона. Всю Россию прошли с благовестием. Ночевали в лесополосах. И везде в лесу. Можем судить о положении. Всякая срамота. Все вывозят и тут же бросают. Какое красивое место. Смотришь Озерко. Все загажено. Рыба дохнет. Водой смыло. Навоз. Нковкорчено. Роща у нас. Вот я показываю. Сейчас это новая заря. Роща была. Там отец сторожил. Мы хорошо знаем. Прекрасная роща. В этой роще. Там грачиных гнезд сколько было. На каждой березе 10-15 гнезд. Все уничтожили. Сожгли. 28-го это было октября. Кажется так. 98-го года. Горело все. Больше 200 пожаров было только на Алтае. Задача какая. А теперь скучняк этот. Раз погорелый. За бесценок списывает его. Строится берет. Вот так. Сейчас еще на ту сторону схожу. Оттуда попытаюсь снять. Показать как выглядит. Ну на солнышко не очень-то пойдет. Вот далеко видать железную дорогу. Я у Рышетовского пруда на другой стороне перелез. Ну как будет не трястись-то. В вагоны прыгает. Ну и ничего не получается. А это озеро рядом. А это вот сегодня мы пришли сюда. Бульдозерис. Арсеньев. Виктор Михайлович. А вот внизу тут у него остановился, где мы за пруды делали. Прогрызено было. Куда ушла. Бобры донимают нас. Вот отсюда я. Вот там дальше если посмотреть. Березки. Там стадо должно быть где-то. Охота показать стадо. Не знаю, видать или не видать. Чем дальше, тем больше прыгать. Ну это вага. А вот палки тут торчат. Это ограда нашего спуска. Ограда нашего спуска. С этой стороны. Ну там вот видно, около березки проглядывает второе. Озеро, вот оно какое. Вот оно какое. Дальше видать. Все это лага. Ковыльная степь. Ковыль. Опасный для овешек-лошадей. Это гречка Игоря Барабаша. Наши сегодня на разъезде. Бутовый камень добывает. Это вот лесополоса. Лесополоса как раз. Не знаю, видать или нет. Вот это вот. Она ведет как раз туда. А где наши будут. Сегодня, кажется, и облачка нет. Должно быть жарко. А рядом поле овса. Кому это отдали землю, не знаю. Здесь была птицеферма. Ястреба сильно хозяйничали. Коршуны. Меня вызвали. Я не знаю сейчас кто. Председатель колхоза или кто. У меня ружья были. Они знали, что я стреляю. Еще ходил в кружок стрельбы. Ну и меня пригласили здесь. Я вот еду. А вот здесь вот. Ястреб уже курица. Большая как курица. Буроль. Тащит. Я прям на ходу. С плеча одной рукой. Я его снял. И к вечеру я освободил их. Много было естребов. Все. Переколотил их. Они в наглую уже. Ну и что, женщина. Женщина что сделает-то. У нее выхода никакого нет. Вот здесь вот сколько прохожу сейчас. И все нахожу какие-то ямы. Нет ни одного человека, который мог бы разъяснить, что это за ямы. Такие глубокие. Экскаваторов не было. Это значит копали вручную. Жили потеряем. Может быть здесь. Выхода-то никакого нет. Вот она яма. Какая глубина. Это больше двух метров. Так это полста век больше. Полвека век прошло. Это было какое-то сооружение. Дом. Такой огромный подвал на высоте. Все время дивлюсь, какие были люди. И какие были народовольцы. Вот эти все смутьяны. Змеи ядовитые. За грехи людей Бог дал. Вот второе. Огромное. Сколько его? Так, прочитаю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь метров. Семь метров. И там видно вход был. Это такой погреб был. Ужасный. Все отняли. Все забросили. Людей убили. Ничего не делали. И сами воры эти попали. Вскоре у нас были там кондины. Все попались. Кочкины. Воровать стали в колхозе. Их поймали. А там они воровать стали пайку. Оттуда передали. Их убили там. Свои заключенные. Но бытовики. Они не враги народа. Нет. Это враги своей души. Вот я зашел с этой необычной стороны. Тут никогда не снимали. Чтобы показать. Рыжковский пруд. На той стороне пруда. Вот показать. Отражается. Здесь кусты. Рыба тут мелкая. Гальян один. Но теперь. Если мы все поднимем уровень воды. А он был поднятый. Но бобры прогрызли. И ушла вода. То здесь. Будет рыба. Хорошая рыба. Довольно большое озеро. Ну как лагерная почти. Самое большое. Это второй мостик. Дым это сколько напустил. Конечно. Бурдозер это здорово. Сейчас выползает из-за березы. И все березки, березки, березки. Скрылся опять. Вот показать. Ковырь какой он. Вот так у него. Как бы загнутый. Дальше получается хвостик. И он попадает. Втыкается. Легко отрывается. И крутится. И вверчивается. И проходит. Шерсть. Шкуру. В легкий. В сердце бонзается. Овечка гибнет. Это ковырь обыкновенно. А его люди сорвут. Покрасят. На стол поставят. В какую-нибудь вазу. Фужер. Вот видишь как красиво. А это смертоносное. И надо рано косить. Видимо и на траву годится. Видишь как плывет. В воде. Сваи забивали. Отсюда видно. Все стоит. Ни в одно место сваи не повредили. Все. Отхожу. Рыжка в Петру. 26 июля. Только что съездили. С Игорем. Проехали по Данзе. По Новым. Продолжение следует. И вот это Рыжковский пруд. Теперь он нагрузит напротив дамбы. Второе заход делает туда. А здесь вот предохранить воду, чтобы не вышло. Вот березка вот одна. А по ней скрываюсь от жара. Очень удобно там будет. Вот рядом поле грешишное. Продворачивается. Виктор Михайлович. Вот он. Техника сильнейшая. 17 или 18 тонн. Вот он как дает. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...